всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы по многочисленным просьбам поговорить более подробно о плагин менеджере и как я сейчас уже в 2021 году организовываю свои плагины внутри logic вы возможно смотрели мое предыдущее видео которое записывал несколько лет назад касаемо организации плагинов и тогда я использовал программу organizer это сторонне была программа которая анализировала все установленные плагины причем не только audio units или компонент с которым мы используем в лоджик но также в ст плагины то есть довольно принципе удобная была программа она была создана еще до того как в лоджике появился свой собственный менеджер плагинов поэтому было довольно удобно и пользоваться но к сожалению последние пару-тройку лет поддержка этой программы просто прекратилась можно так сказать то есть уже даже помощь перестала отвечать по почте потому что я часто запрашивал не обывали какие-то проблемы при переходе с одной с на другую то есть когда был там переход например на мохаве уже начинались какие-то проблемы но в принципе еще работало и вот когда я перешел окончательно на последнюю на данный момент биксер в начале этого года то орган азер просто вообще не работал то есть его он даже не открывался и я причем скачал самую последнюю бета-версию которая была доступна и ну просто ничего не работало поэтому у меня стал вопрос а что же делать несмотря на то что меня было там все уже давно организовано и там было довольно удобно все сохранять в общий файл я понял что нам все-таки двигаться дальше и наверное уходить от органайзера несмотря на то что его естественно купил и посмотреть что же может в принципе сделать плагин менеджер в logic и на самом деле как оказалось что он может все то же самое и в принципе сейчас все это организовано довольно удобно я сейчас быстро расскажу как мне все это организовано и самое главное то есть чем мне нравился органайзер и я про это говорил в предыдущем видео что мне нравилось там была возможность создания подкатегорий то есть например у меня есть компрессоры довольно много и я их люблю структурировать по подкатегориям таким как например multi band компрессия допустим аналоговые компрессоры то есть компрессор который эмулирует аналоговые приборы и просто цифровые компрессоры которые ну не привязаны каким-то аналоговым прибором а просто работают как плагины ну например как тот же fab filter c2 то есть просто обычный такой цифровой компрессор таких довольно много от разных разработчиков и я вот хотел такие подкатегории то же самое относится и к эквалайзерам их довольно множество большое среди в моей коллекции вообще на рынке и просто их держать в общей папке эквалайзеры ты там никогда ничего не найдешь поэтому у меня встал вопрос и я подумал а ведь ну лоджике же тоже можно как-то подкатегории явно делать и все оказалось просто сейчас я покажу как это все выглядит то есть вот наш плагин менеджер в лоджик и у меня уже созданы здесь вы видите категории которых изначально нету в лоджик эти категории они частично уже созданы были изначально для стоковых плагинов внутри лоджик то есть эквалайзеров для компрессоров которые шли вместе с лоджиком но вы также можете нажимаем здесь на плюс создавать свои папки и дальше вы можете искать здесь вот я сейчас выделил ту или иную папку и показывается какие в ней плагины есть из той или иной категории так вот по поводу подкатегории смотрите у меня есть папка комп но имеется ввиду компрессия compression чтобы просто покороче было и как мы видим в ней ничего нет потому что я решил создать подкатегории как создаются подкатегории очень просто вы создаете как бы общую папку комп потом создаете еще одну папку с тем же названием комп тут же ставите 2 . и дальше пишите название подкатегории то есть именно так это работает это очень легко когда я открыл этот этот способ меня сразу в принципе от а отпала надобность в органайзере так таковой потому что именно ради этого я и собственно его использовал ваш до прошлого года и сейчас мне это отпало я все сделал лоджики причем тут на самом деле даже гораздо удобнее проблема органайзера была в том что если вы устанавливали какие-то новые плагины или обновляли уже установленные плагины вам нужно было обязательно перезагружать систему перезагружать лоджик чтобы категории показались правильно потому что при первом сканировании плагины попадали не в ту категорию в которую вы указали а справа попадали в свою родную категорию по разработчику и только после перезагрузки попадала обратно в ту категорию которую вы назначали через органайзер то есть много костылей очень много действий ненужных здесь все это автоматически делается то есть один раз вы направили направили и все работает то есть вот по категориям я признаю что это был очень такой распространенный вопрос в нашем чате в закрытом чате в telegram то есть постоянно спрашивали меня о том как вот создавать под категории вот все очень просто то есть вы создаете мастер папку скажем так который будет храниться эти категории и дальше тут же создаете эту папку точнее под папки для категории все их может быть любое количество не обязательно три вот у меня здесь три я создал как я говорил аналоговые компрессоры цифровые и multibank компрессоры которые у меня из коллекции я все сюда закинул то же самое касается кабинетов вот я создал папку эквалайзеры здесь она у меня все аналоговые коллайзеры тут у меня все цифровые эквалайзеры графическим есть один эквалайзер то есть я от создал такие категории ими пользуюсь это можно делать абсолютно для любых категорий также здесь добавил несколько своих категорий которых не было консоль сюда закинул плагины которые эмулируют целые консоли тех или иных разработчиков ну то есть дальше уже фантазия и принцип работы каждого на звук режиссера это уже вам продиктует какие здесь папки нужно создать что переделать при этом у меня здесь в некоторых категориях смешанные сторонние плагины и плагины logic потому что некоторые категории как я уже сказал были созданы изначально я просто их же использовал и в них закидывал например лимитр это оригинальная категория которая была изначально в лоджике я сюда прям закинул свои плагины как закидывать плагину здесь очень легко внизу у вас есть производители фирм тех или иных плагинов вся ваша коллекция которая у вас есть установлена на компьютере вы просто можете по каждой из них проходится выбирать мир акустика аудио и раскидывайте плагины по тем или иным категориям здесь созданным если чего-то не хватает просто создаете новую категорию довольно легко так проходитесь по всем по всем нужным вам разработчикам я в принципе это сделал вообще для всех не все плагины рассортированы я больше общение ла не залезаю никогда в категории именно разработчиков а пока пользуются этим основным меню и все после этого вы все это сохраняете у вас все будет отображаться в тех или иных папках которые вы закинули свои плагины сейчас я еще покажу как это все выглядит непосредственно в лоджике на дорожке еще очень важное замечание хотел бы отметить преимущество даже сказал тут есть так называемый топ-левел к нам вот мы еще all у нас сейчас показывает все плагины когда мы выбираем какую-то категорию показывает плагин из этой категории а если мы выберем топ-левел то это тот самый уровень который у нас показывает в данном случае вот мы видим здесь инструменты наши основные которые в инструмент треки показаны и сюда мы можем закинуть вот меня увидите здесь infinity q это просто эквалайзер которым я практически на каждой дорожке пользуюсь я его вытащил вот именно в этот топ-левел то есть я нашел слой digital этот плагин не знаю что я им постоянно пользуюсь и просто соответственно сюда закинул этот плагин то есть вот это инфинити и закинул в этот топ-левел и таким образом у меня вот здесь висит этот и кью и давайте посмотрим сейчас закрою плагин менеджер вот берем наше меню с треками точнее с плагинами и вот как это выглядит то есть вот все мои категории и вот мы видим в топ-меню здесь вверху у меня висит инфинити и кью потому что именно в отдельном такого создается как отдельная такая полосочка она всегда как бы сверху находит то есть у нас тут recent плагин это те плагин которые мы недавно использовали и дальше у нас идет вот эта отдельная строка и всегда на вверху то есть я всегда могу быстро не нужно искать ни в каких категориях мне нужно лезть вот сюда например в digital и искать вот этот инфинити и кью я сразу знаю что я этот плагин использую постоянно на каждой дорожке поэтому имеет смысл его вынесет в этот топ топ меню то есть это очень удобно и в чем еще удобство что вы мало того что имеете вот эти все категории здесь в плагин здесь плагин поиски еще внизу у вас есть аудио units это тот же самый те же самые сторонние плагины по привычке как мы его их привыкли разделять по производителям то есть вы можете использовать эти категории и эти категории этого к сожалению не было доступно когда мы работали с органайзер и также внизу у вас есть отдельная категория logic где вы видите только лоджиковские плагины то есть если вы хотите какой-то конкретный плагин найти из лоджика но вы понимаете что у вас здесь уже целая каша из этих плагинов и сложно найти здесь какой-нибудь лоджиковский плагин то вас внизу всегда есть возможность это найти привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 1 рубль все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф сейчас действует скидка 50 процентов и цена всего 490 рублей в месяц акция скоро закончится и цена изменится уже на 990 рублей в месяц нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки напомним оплатив сейчас 490 рублей вы получаете доступ только на один месяц если хотите сохранить цену в 490 рублей за месяц на будущее вы можете купить подписку сразу на 3 6 или 12 месяцев пока акция еще действует тогда вы сэкономите 50 процентов цены не только сейчас но аж на целый год вперед жмем купить и готова напоминаем акция скоро закончится и цена изменится на 990 рублей в месяц так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас так давайте подрезюмируем то есть еще раз плагин менеджеры вы создаете любые категории которые вам нужны и под категории с помощью двоеточия с названием основной папки и дальше вы дописываете именно названием под категории после чего можете плагины либо показывая show all то есть вы здесь можете прям все плагины свои увидеть либо вы можете прям пройтись по разработчикам что я рекомендую так просто будет проще ничего не пропустить вы просто раскидывайте те или иные плагины по тем или иным категориям причем опять же у меня здесь все разделено четко по каким-то сегментом да то есть по типу плагинов gate и фильтры вы можете создавать какие-то свои папки например для каких-то жанров музыки вы в одном жанре какие-то одни плагины используйте в другом жанре другие или просто по своим нуждам и так далее для для сведения для мастеринга плагины то есть как вам удобно и вы можете одни и те же плагины засовывать в разные папки то есть они будут отображаться они могут быть не только в одном конкретном месте они могут быть сразу нескольких категориях запросто вы можете делать здесь как вам удобно как вы хотите всегда кстати в конце если что-то пошло не так вы можете восстановить дефолтные настройки вот здесь нажав то есть просто все ваши категории обнуляться все плагины опять вернуться в чисто в закладке разработчиков и вы можете начать заново все под собрать пересобрать создавать новые категории также не забываем про топ-левел что сюда можно закидывать какие-то самые избранные плагины я не советую здесь слишком много их делать там до 5 до 6 достаточно чтобы тот список просто не расширялся слишком прям до бесконечности чтобы вы опять не начали путаться где во что есть но в принципе самые основные часто используемые можете сюда закидывать тоже довольно удобно и если мы еще раз посмотрим на получившийся результат то вот у нас здесь и категории здесь у нас наши топ-левел плагины и внизу у нас всегда есть возможность посмотреть опять же по разработчикам то есть если вы не помните куда вы что-то закинули но вам срочно нужен плагин и вы помните разработчика просто и заходите по классике вот сюда вниз и ищите нужного разработчика и находите нужный плагин то есть все довольно легко это же самое касается лоджиковских плагинов если они вдруг затерялись среди вот этой мешанины из сторонних плагинов то вы можете всегда зайти в категорию logic и здесь увидеть только плагины которые встроены в лоджик то есть это думаю понятно довольно легко и соответственно статус плагин менеджера сохраняется каждый раз как только вы сделали какие-то действия закрыли его то есть каждый раз плагин менеджер сохраняется и тут возникает вопрос а что делать если я хочу эти настройки сохранить и например перенести на другой компьютер или если будут при устанавливать систему я не хочу потом заново всем этим заниматься и у меня такой вопрос тоже возник потому что опять же у а у ганайзера было именно еще вот такое преимущество что все можно было сохранить в единый файл и потом на новой системе загрузить этот файл и все категории ваши также а точнее категории которые я создал они также вставали в том же порядке все был точно также так вот в лоджике есть точнее на mac os есть такая замечательная папка ваш пользователь музыка аудио music apps и здесь хранятся как правило все настройки те или иные для лоджика то есть здесь есть например плагин settings для различных плагинов какие-то настройки ваши личные какие-то патчи ваши настройки каналов и так далее здесь также есть project templates ваши темплейты здесь хранятся в этой папке в принципе явно даже порекомендовал бы всю эту папку сохранить правда здесь есть alchemy samples то есть дополнительные стороне сэмпл тоже ваши пользовательские но так или иначе можно всегда полностью эту папку аудио music apps сохранить где-нибудь как в архив добавить и потом на новым на новой системе просто эту папку заново заменить скажем так то есть вот этой старой заменить все добавить опять в новую папку на новой системе и вас все по идее должно работать четко вы точно так же как это было на предыдущей системе либо если вы не хотите прям все это сохранять вас должна интересовать вот эта папка даты бейзис и здесь под папка текст во всяк случае вот этот самый нижний файл вот видите написано обновлен сегодня потому что только что я закрывал открывал наш плагин менеджер и он автоматически сохранил вот эти две настройки то есть вот эти две настройки официально отвечают за состояние плагин менеджера и за все соответственно категории плагин в котором мы сделали но на всякий случай некоторые советуют сохранять либо всю папку текст а лучше вообще всю папку дтб из то есть если вы ее замените у вас тогда точно все настройки будут один в один как у вас были вот на другой системе вы можете эту папку просто архивировать переносить на флешку или там загружать конь на яндекс диск или еще куда нибудь и использовать просто на разных системах где есть те же плагина что на вашей системе и просто ее туда загружать причем оригинальную папку можно сохранить то есть это можно использовать какой некий пресет то есть вы можете сохранять эти датабазис менять местами делать при разные виды настроек то есть вы можете сохранить вот текущее состояние куда нибудь его отдельно положить и сделать рестор например дефолт дефолтных сей настроек лоджик и заново сделать еще какую-нибудь вариацию категорий и потом в той или иной ситуации вы знаете что сейчас будет работать с аранжировкой вам нужны эти плагины вы закидывать эту папку дтб здесь потом берете занимается сведением или мастерингом вы закидывайте другую но это уже понятно это уже сходи скорее такие исключения вряд ли вам понадобится эта функция но довольно полезно то есть знаете что вот такая довольно полезная папка дтб с и в ней все вот эти ваши пользовательские настройки хранятся ну чтож надеюсь вам этот урок был полезен понравился пишите в комментариях остались ли какие-либо еще вопросы также напоминаю про наш закрытый чат вступайте в него ссылка также будет в описании к этому ролику просто переходите оставляйте заявку и вам придет приглашение на почту и вы подключитесь нашему чату если вы еще не там и спокойно будете общаться задавать вопросы и вот по каким-то самым насущным вопросам я буду записывать такие видео ответы и соответственно отвечать на эти самые вопросы так что увидимся с вами в следующих видео увидимся с вами в чате с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве всем пока